вот вытащил ее не дает не запускает нисколько он смотри что она тут делает посмотри здесь чего нет вон туда в уголок ну-ка он там какой вывелся червяк она из у него про меня бьет не дает посмотреть даже чё тут у него это сегодня у нас 22 20 вывелся вот он глаза закрыты уши закрыты это видимо белый весь он он даже оправился это я ему подложил я слышу выпустил все чистенько она кормит его молочком подожди как я руки вытру сейчас я его пущу посмотри как она полетит вот я поставил здесь вот скорее скорее гляди ой 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 вот так вот и на на него ногами наступит и сейчас сядет яйца подкатит станы это не вывелись вот она надулась как он заменил как говорит сегодня сделали замечание надо в неделю два раза но здесь я каждое утро да еще и вечером уберу на голубят не там но три раза четыре в год а в потеряевке там большой чердак они прямо на чердаке летает огромное только один раз в год но реально надо смотреть по картинкам да так решать но я разбираю вот каждый день вон они сидят тройка там вот сюда заскочи как видно что было вот они где этого два которые вылетели и хоть как этот вывелся позавчера они их вышибли белых отец сильно я их открыл так они вот так как ломанулись и вечером с того этажа они на этом этаже там я не понял что там случилось как будто кошка попала туда оказывается у это я в руках держал вот она каждый день убирать на тут не каждый день убирать а каждую минуту придется убирать вот она ведь и это я в рак то это не было никогда такого вот прямо на ковер тут почему потому что я ее держал взял и она долго не выходила и в ней все находится вот это все выбросы еще нет потом я здесь за мою виновата сам я сейчас в руках держал а она в себе это копит птица оправляется часто чтобы быть легкой в полете такая говорит причина вот она села сейчас сидит вот посмотри ну-ну-ну-ну держи держи я подвинуть хочу ли какая обычный голубь никогда не дерется вот она прям а это невозможно даже даже рядом нахожусь не вот все у нее убрал там кормушка побеги где а эти суда переех они их вышибли сюда этим я сделал отдельно вот они теперь отдельно у них автономия столовая вот она где здесь это песок тут все что соль и вода вот вчера я им взял отдельно они ночевали уже здесь здесь я перегораживаю вот это перекрываю вот у меня есть специальная картонка и они здесь находятся теперь им туда вход закрыт а эти этих выведут выведут и как только то выведет они тоже не быстро садятся на сороковой день они их вы швыривает ровно на сороковой день я впервые это узнал даже в литературе нету ну что то это значит на сороковой день говорит душа в рай входит тут тоже наверно входят самостоятельную жизнь так можно понять и главное с какой силой бьют вчера так и кормил а сегодня он сидит сзади даже их не касается а их надо кормить кормить вот они выглядят как без родителей даже лучше вот я заложу они не боятся брать можно было ну ладно паду сейчас собак кормить воробьев жуланов кошек накормили в подпол посадили теперь газ голубями поправился вот работа есть вот сегодня ролик составили утром сколько можно было вот смотрите это мой попутно показать наш mail.ru мой мир сейчас идет загрузка этого ролика который сегодня составе 72 под номером утренняя разборка она даже не передвигается всю силу за захватывает у них вот это по нашему форуму а этого держите я святых вот они идут на каждый день передвигай и увидишь вот сегодня этот ролик выставил беседу сергеем пестовым мой священник обличает и гнатин разве это плохо что обличает а еще там никакого обличения нету из баптистов пришел замордовали в православии с места на место гоняет и один впереди был ролик он говорится разочаровался полностью во всем он обличают ему надо теперь показать себя супер патриотом чтобы его там хоть как-то держали то но на ком на мне она мне это не реально он для меня практически внуком приходится от отца геннадия он обратился отец геннадий у меня вот каскун это сразу подметил ягод внучаткой при кигнатью отношусь и потому что я могу сказать плохо и он то ничего плохо не говорит батюшка то хороший ревностным но в нем загубили все здесь православие он пришел православие и в нем осталась жажда к проповеди и он не мог не мог не мог из себя это истребить а когда все истребил по православному деньги деньги там тогда нормально у него пойдет а у не так он в бедности прожил его везде гоняли и гоняли и гоняли и поэтому понятно что но в конце жизни что-то там он связан с этой стульской епархии вот который на меня нападает на это уже пакость и пакость это не но не в пользу человека он должен быть если он православный по-настоящему быть благодарен богу что он пришел православие из ереси самый настоящий никаких динаминаций никаких там конфессии нету ересь эти слова слова ересь заменили динаминации конфессия есть церковь и есть ересь это как будто не понимают где-то и вот сегодня прямо обрадовались священник обречает игнотию чего вверх радоваться это здесь воевал был антоний масендищ и как-то он покусился на деньги больше чем положено брать то но натолкнулся на крепкий орешек который был махеил погиблов он сейчас в санкт-петербурге настоящий бизнесмен там мы не знаю 40 комнатная квартира что ли было показывали по всему этажу растянутая не знаю я его знаю знаю по силовым структурам он был здесь и вот они с ним схватились там строился храм но это георгиевский свято-георгиевский на волтайский рядом то вот что было них костры там жгли дежурство днем и ночью этот омон что ли наняли попытают лезвие они там сделали на заборах там штыри так как загородились и поп повис этим крестом то своим лезвие все это по телевидению показывали они листовки друг против друга начали распространять мгновенно ни о каком послушании не уважения нету и то я поехал к ним и они тоже видимо томились этим что делать не знаю я у них прожил несколько дней увидела и говорю ребята мириться надо он архиерей масендищ он в украинскую переходил потом пришел опять раз епископа вновь стал архимандритом опять рукоположили но авантюрный такой был мужик очень толстый но добродушный у меня приходила обедали вместе вместе на машине ездили то и он меня спрашивал что делать а главный кардинал серый сидел и все это держал вайтович отец николай и он меня в курс водил и вот когда они приехали на покаяние сюда покровский собор как раз метель такая шла я стоял перед храмом и молился а они там были то и вот один из за одним выскакивает папы оттуда как будто катапульпы их выбрасывают такие радостные победа все я вручу все примирились он снял с них я владыка снимите с них это отлучение запрещение там это деньги это дело на такое приходит уходит и после всех он выкатывается такую ну прямо непотребно толстый непотребно как-то мы ко мне на второй этаж поднимались он я еще пыхтишь то ты ко мне переходи жить я себя эту дурь то сниму епископ сидим пироги едим надежда сильно у меня жена она пирожница такая то я говорю я вас вылечу он думал без меня лечить это и какие-то способы сгонять подстригся этих потлаты свое убрал начал как-то еще он делал я не знаю какие-то там которые жира жир снимает который ты сорок один год помер а след за ним пришел максим максим димитриев то а его похоронили прям новой епархии антоний построил максим то на готовое и они его похоронили прям в этом ну как при храмах то и он ничего не говоря родственников не уведомил церкви не уведомил санапидемстанцию не уведомил выкопал его отсюда люди-то идут поклоняться антония его народ то любил и ночью перезахоронил на кладбище как начали тот бунт и дошло это все до патриарха и оттуда пришло порицание чтобы он сам объявил что он сделал неправильно против себя город краевую городскую администрацию как бы всех против себя поднял максим дмитриев он сейчас вильцы где-то ну дело сделал может быть и добрые но они на его сильно навалились и назад уже не потащили его суда мертвого но выговор был и тут алтайская миссия выходит и перхальный журнал или сборник газета ли как назвать и там написано было порицание вышла от патриарха я напечатали видимо обязан был и возьми кто-то новый журнал выходит у них и ему крестик изобразили на этом то они его не заметили и когда крестик то уже они дома то распечатали эти журналы то или как назвать я говорю газету то или алтайские алтайская миссия на и он сидит у него крестик а крестик это архиепископ а он понимает только что выговор был теперь числа и и как числа бы них называется прелесть прелесть и гордыни это главное у них враг народа раньше было сейчас прелесть и гордыни они этим наполнены так он что говорит посадил всех семинаристов и они сидели в журнал это уже вышли и закрашивал эти крестики то крестики закрашивать надо иначе прелесть и гордыни пропал епископ сожрут сразу и он боялся мы пришли как-то не у него портрет патриарха и патриар портрет путина и когда руку полагали как связь была с путиным не на этом на приеме лиги был она пришло время убирать сбросили в один момент отсюда его в елец после такой-то епархии как наш ее разбила метрополию сейчас на три части сейчас сергиев все это все сергий иванников вот как метрополии с ним хорошие отношения но перед отъездом максим тоже к нам приехал приехал из секретарем епархии и сразу убрали его и убрали секретаря без сергея белого говорят это из-за то что потеряйку были когда владыка сергий приехал иванников я говорю владыка вы знаете с нами кто общается на них попы наседают вот такие как дудин там вся эта кодла под тархин они сожрут вас да вы что я груда ну вы не бойтесь как на андрея кураева напали а я за него ступился ему горит отец андрей вам ничего не будет если такие люди за вас заступаются мы имеем охранную грамоту от бога нас трогать нельзя и правда по сей день они не слопали нашего метрополита сергия видите как я чего начал ты говорить о том что борьба у них это было и когда вышел из храма епископ антоний масенди что подходит ко мне а пурга так идет я не пойму говорит они говорили прости а тут так побежали как будто какая-то победа и правда я его владыку успокойтесь то приятно им это все и главное я не сказал вслух что деньги то не отстояли больше нормы не стали давать то он везде брал а тут говорится захлебнулся подавился на погибло нашел понимаешь сама фамилия говорит то есть у него был такой видимо дед прадед на погибели стоял то я он теперь внук протеерей благочинный ну я владыку успокоил главной и все меня приглашали и заботились помню попутно сказать когда просили все его владыка успокойтесь все это бывает они на завтра газету напечатали на алтайке мирская газета городская это победа с большой буквы как будто медведя в берлоге закололи ночью когда на медведя охотятся рогате на его ну он похож на медведя то толстый такой епископ я говорю но это никуда не годится то ваш архиерей вы должны были подчиниться и когда я у них был там помню даже не один раз ездил но и киоск продают они хитро так сделали большую икону сделали младенцы который хирот убил они их на куски разорвали и икона такая ну аборт не смогу так перед этой иконой там столпотворение баб то сколько это на букву бета все называются без мужей нажили-то на чем проглотить сумели степаненко максима то есть работы снять то но и здесь но я подошел я говорю вас номер и сколько она говорит ну газет 300 осталось там я говорю я не знаю сколько 300 или сколько я их все купил и дал ей вперед деньги за весь тираж и чтобы повторили такой тираж я рассылать буду материал об абортисах хороший материал может быть от меня что-то взяли вот и деньги не вернули и газеты нету но погибло в стоял и смотрел я подошел он мне сказал да игнати наших людей не надо бы трогать они такие слабенькие то есть он со мной разговаривает к советам прислушается но прислушает стектант баптист тут же только не вырвалось что но вы баптисты пусть у вас так будет али то есть они одинаковы все это манкуртизированная патриархийная все сталинско-береско-патриархи патриархия по-другому не может измена трусоси обману кругом и когда они это примирились у нас еще ближе с антонием стали отношения и тут он поехал москву не знаю что там было вернулся им мы беседуем он говорит патриарх алексий он тогда еще был алексей и он горит меня спросил а какие у вас отношения с гнатьем лапкиным я вот так и спасил да так и спросил но вы что я сказал хорошие мы встречаемся он мне предлагал из трех храмов строящихся любой взять на меня у меня ни одного миссионера нет а сейчас миссионеры миссионеры не могут быть в отделах рождаться это дано или не дано избрание было небо званых много кому дали евангелие все званые но избранные